Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет из Турции! Сегодня уже из Алании. Сегодня мы с вами посмотрим один из городских отелей Алании. Считается, он неплохой. Я не могу сказать, что он самый лучший. Мы вчера сюда приходили посмотреть, как он выглядит. Ихсперия бич сарай. Сейчас посмотрим, что там и как. Мы забронировали все это на сайте. Одна ночь у нас обошлась 31 тысячу на нашу компанию. Трое взрослых, один ребенок 11 лет. Значит, находится на пляже Клеопатра. Это девятый, по-моему, пляж у него. Эксперия сарай бич. Здесь довольно-таки много такого плана отелей. Отель 4 звезды. Все включено. Сегодня посмотрим, что здесь включено. Мы сюда приехали чисто. Вот у нас мама любитель шопинга. Ей уже сложно. Вот так вот такие. Сюда мы ехали 40 минут выдерживать поездки. Она хочет вот так вот по этой улице от Ататюрка походить. Сегодня все себе купить. Вечером не спеша отдохнуть. Ну, а завтра уже поедем к себе. Эксперия сарай бич. Пойдемте посмотрим, что он из себя представляет. Небольшой. Отельчик совсем небольшой. Встречает нас здесь какой-то мотоцикл. Хорош своим пляжем. Пляж Клеопатра. Сейчас будем заселяться. Рейтинг отеля 8,2 на Сафе Туризм. Вот здесь тоже такая же система с браслетами. А в какое время у вас вообще заезд? Вот если люди с самолетов в 6 утра приехали, как у них? В 2 часа заселения будет? В 2 часа заселения. Ну, территории же уже, соответственно, если приехали раньше, могут пользоваться. Только позавтракать не могут, да? Можно и позавтракать тоже в том числе. А завтрак у вас, наверное, уже закончился. 11.24. До 12. Нет, я, ну вообще, вот если приехали, самолеты же разные, рейсы бывают, что утром, допустим. Можно у вас тоже? Мы идем посмотреть номер. Наш, который мы бронировали, занят. Но есть какой-то другой люкс, зато с видом на море. Если он нам сейчас понравится, то мы в нем останемся. Как он выглядит? Вот, наверное, побольше там этот... А, ну так бы... Нет, а как же мы здесь втроем-то разместимся? Нет, нет, если вы хотите, просто я вам предлагаю. Нет, а здесь еще какое-то... Можно дополнительное место одно поставить? Можно, если тогда нету. Нету дополнительных? Тогда у вас семей не поместят, да? Ну, я не знаю. Так-то... Нет, а как здесь? Здесь, допустим, вдвоем, а здесь-то ты же один же не поместишься. Так, вид хороший, можно выйти все тренинг. Так-то, конечно, шикарно просто. С видом на море. Ну, а дополнительно, может быть, такую же раскладушку поставят? Нету такой. А там, в которой вот мы ждем... Одно большое раскладушка будет. А, большая будет раскладушка. Ага, да. Ага. Ну, понятно, что наши там потерялись. Ну, здесь-то мы... Как здесь? Здесь по-любому. Даже если мы с тобой вдвоем здесь, бабушка здесь на мелкой, не на раскладушке. Номер хороший. А сколько такой номер сейчас стоит? Она сейчас стоит, наверное, 7 тысяч. Это минимум. 7 тысяч лир вот такой стоит. Потому что наша 30 тысяч... Это сколько мне надо? Перевести на 4 надо поделить. Приблизительно то же самое. Так, ну что, получили карточки на полотенце. Карточки стоят... Не стоят, они за депозит выдаются 200 лир. Потом вам этот депозит возвращается. Ух ты. Здесь спа. Спа-зона. Массаж можно поделать. А сколько у вас массаж стоит? Общий. А? Есть расценки или нет у вас, дед? По-русски? По-русски. По-русски. А сколько массаж у вас стоит? Здравствуйте. Массаж комната. Мы поняли, а стоит сколько стоит. А сумки можно ставить здесь? Массаж? А сумки можно ставить? Да, 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 можно. Ну что? Погоди, мужское. Дмужское. Вот нам, мамоник, комната для берега. Я чуть ничего не могу понять. Где массаж? Рюшка. Да, 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 да. Сюда, сюда, сюда. Да. Так, сауна, пилик, пенни, пенни массаж. 60 минут, ага. 50 минут массаж. Стандартная программа. 25 долларов. 25 евро. Евро, а долларов? Сауна, пилик, пенни, пенни массаж. Ароматерапия 30 минут. Массаж. Ага. Лицо, маска. 55 евро. Ага. А кто делает? Ну, женщина, мужчина? Мужчина, женщина, например. Ну, женщина есть. Есть. Ага. Свободна на сегодня? Сегодня хорошо. Нет, я не знаю, я просто спрашиваю, свободна? Так, ресторан и пляж. Проход на пляж с первого этажа. Или с нулевого. А, ну, все, все. Бассейн. Ага. Все, понятно. Спасибо. Так. Я просто хочу сегодня пойти сия обшкрябать. У меня ноги все облезли. Хочу пойти здесь спад сделать. Что у нас 25 долларов, что здесь 25 долларов. Так. Ну, что? Территория у отеля маленькая. Можно сказать, по факту ее практически нет. Вот такой вот совсем небольшой бассейн здесь. Вот сюда мы сейчас с вами выходили. Терраса. Терраса, конечно, шикарная. Но не разместимся мы там ни за что на свете вместе. Все идем в одинаковых туниках. Слушайте, мама в туниках Оксаны. Так, чтобы на пляже не потеряться нигде. Чтобы видеть друг друга издалека. Здесь можно поиграть в теннис. Здесь кафешечка какая-то. А, ну есть, сказали, пожалуйста, ешьте. Подождите, а я что-то не очень поняла. Это наш бар, получается? Напитки. То есть мы здесь можем брать напитки. Вот это по резервации. И, собственно говоря, пляж, ради которого сюда все приезжают. Посмотрим сейчас наличие. А? Давайте перекусим. Сейчас пойдешь, сядешь. Давайте сперва положим, на места найдем лежак. Положим наши вещи. Лежаков что-то я не вижу. Купальник. Это по типу заняты, что ли? Вот есть два лежака. А? Корабли пиратские стоят. Корабли пиратские стоят. Мне не нравится, что лежаков-то нет? Да. Здесь только два. А куда нам с Ваней? За деньги? Нет, бесплатно. Как это за деньги? Вань, подожди, давай искать лежак. Лежаков-то нет. В общем, с лежаками беда. Лежаки занимать надо. Посмотрим, что здесь из себя представляет. У нас на пляже посещение другими гостями запрещено. Картошечку, что ли, получается, можно здесь взять на пляже. А эти напитки... Почему платно? Ну, это вот нужно мани-мани, да? Ну, мани. Почему здесь платно-то? С какого перепугу? Это если кто-то сюда приходит со стороны. Для нас бесплатно. Для нас бесплатно. Напитки. Вода. Ну, только для гостей. Знаешь, буфет. Снэк-меню. Вот здесь написано, что, когда, видимо. Ну, можно. Бесплатно? Да, бесплатно. А почему 15 евро? Это для гостей. Это для гостей. Ну, ладно, можешь брать все, что хочешь. А тут что, собственно говоря, хочешь? Здесь наггетсы, гамбургеры, картошка. Ну, хорошо. Попить можно, поесть можно. Почему нет? Чай можно попить и напитки можно. А напитки какие есть? Нет, а у него какие там напитки? Нет, а алкогольные. А алкогольные, если чай, он сказал мне, и шампанское все. О, так давай шампанское с тобой. Да что, я не с той стороны, что ли, открываю? Чуть-то холодильник не выломала. Водички взять? Вань, тебе водички взять? Сам возьмешь себе водички? Вон кетчуп лежит. Если нужно. Ладно, пойдем шампанское возьмем. Что у нас здесь входит в концепцию? То, что включено. Бесплатные. Что? Напитки тоже платные? Ну, там платные, где-то бесплатные. Я не знаю, где. Вон там бесплатные. Мороженое здесь и импортные напитки за дополнительную плату. А их местные напитки бесплатные. А шампанское у вас есть? Шампанское, да. Два, ту. Пепси тоже о-уклюзив, да? Пепси тоже о-уклюзив? Угу. Шампанское. Шампанское здесь какое-то... А, такое же, как и везде в предыдущих отелях. Да, да. Точно такое же. Так, и Пепси Лайт. Спасибо. В общем, места нашли. И шампанское на Али. Еще раз говорю. Вот смотрите. Здесь, допустим, проживание стоит... Ну, вот 30, я не знаю, как здесь, когда бронируешь раньше. Мы были с вами, допустим, до этого в Лабранде. Есть с чем сравнивать, да? Ну, и Утопии, соответственно, были. Лабранде номер 20 тысяч стоил. Здесь, ну, правда, 20 там на двоих. На троих, наверное, тоже может быть. На четверых уже дороже. В общем, смысл в том, что, допустим, мне больше нравится, если на длительный отдых, там, на 14 дней, конечно же, поехать в такой отель, как Бранда, Утопия, там, и все остальное. Вон вода, Ваня. Прямо. Вот. Но, если, вот, потусоваться, походить, там, по вечерней Алани, ехать никуда далеко не охота, ну, в соседний поселок, то, конечно, можно приехать и сюда. Ну, посмотрим с вами потом питание какое здесь. Ну, перекус стандартный, в принципе, для всех отелей. Он везде аналогичный. Чисто символически перекусили. Идем с вами проверять заход в воду. На Клеопатре были сто раз, купались один единственный раз. Не надо, я тебе, я выйду, вынес. Ваня, я сейчас отдам телефон, пойду вместе с вами проверю. Заход сейчас, блин, только в тапочках надо идти. Песок горяченный. Тут стой, я тебе ничего не говорю. Ваня купаться, как всегда, с утра не хочет. Но, знаете, когда ты здесь уже находишься 20 дней, уже нет такого, что ты очень-очень сильно хочешь зайти в воду. Вот я иду. Вот водоросли плавают. Дальше водичка вроде бы чистая. Волна не такая сильная, как у нас. Ух ты, слушайте. Сейчас я провалилась по поискам, сразу. То есть вот этот... Ух ты, я сейчас стою на плите. Вот я сейчас стою на плите. Она ровная, она присыпана песочком чуть-чуть. Но я сейчас встала на плиту. Вот так вот. То есть тоже здесь плита. Она ровная, еще раз говорю. Присыпана песком. Но вот подо мной сейчас, чтобы вы понимали, такая поверхность, как залитая бетоном. Это природная плита. Она здесь проходит всему побережью. И как бы есть здесь пляжи. Вот Инна нам называла. Первый, что ли, где эта плита убрана. Первый или второй, шестой, еще какую-то. Вот здесь плита есть. Но заход, тем не менее, нормальный, реальный. Сейчас я вам покажу, как я сейчас нахожусь под берегом. Вот так вот я сейчас нахожусь на береге. И вот я стою по грудь. И стою на плите. Ну, как бы волны сильной нет. Дальше ты поплыл. И волна тебе это... Ну, в смысле плита тебе это, в принципе, не мешает. Но, чтобы вы понимали, она здесь есть. Вот почему наши... Вот видите, волна когда пошла, я на плите, понимаете. Может, конечно, и швыронуть. Почему наши предпочитают Афсалара, Куджалар, Тюрклер и так далее. Потому что там этой плиты нет. А Лани и все побережье, которое вот туда, в сторону Афсалара, говорят, в оба нет плиты. Не знаю, не проверяла. Но вот здесь эта плита есть. Но, тем не менее, все купаются. То есть и я тоже вот пляшу с вами вместе на волнах. Но, еще раз говорю, под ногами у меня скользко. Ну, такой, ой, сильной волны нет. Сейчас телефон я так чувствую утоплю здесь. Здесь, вон там, дайвинг расположился неподалеку. Ну, и сейчас у нас здесь начнется обед. Ваня ждет телефон. Смотрите, изнывает. Там стоит от жары. Ой, блин. Ой, волна сейчас меня швыронула. Швыронула волна. На волнах покачаться. Ну, что, с 12.30 здесь обед. Давайте посмотрим, что здесь на обед. Значит, из фруктов. Дыня, арбуз, нектарины, яблоки, сливы, яблоки. Сам ресторан небольшой. Выбирайте любое место, какое хотите. Давайте вот сюда возьмите. Вот здесь занят. Давайте. Блин, здесь мягкие сиденья. У меня купальник, надеюсь, вонет. Так, сейчас посмотрим с вами здесь. Снимать под лакпинкой, если я ошибаюсь. Да. Что у нас здесь из еды? Традиционные салаты, перец, как всегда у них острый, паста, хумус, кукуруза. Пироженки. Говорят, у них очень хороший повар. Но так, выбор, скажем, очень-очень скромный. Здесь кускус. Булгурский плов, так называется. Котлеты по-измирски. Капуста цветная, супчик, булочки. Ты понимаешь, как там вот эта фигня, что-то такая? Какая? Грибами, видать. Индейка в грибном соусе. Что достать? Вот это ты хочешь? Это я, да. Ну, вон, там ложечку возьми, возьмись. Нет. Ну, скажем так, все по питанию более чем скромно. За вот эти деньги, там, 30 тысяч, я не знаю. Я еще раз говорю, что лучше отель этот Лабрандо взять. Уж я за такую стоимость, я не знаю, за пляж, что-то переплачивать. Ну, как бы такое себе удовольствие. Голодными вы здесь, разумеется, не останетесь. Еда есть, но еще раз говорю, что очень-очень скромно. Напитки есть. Я даже не знаю, что выбрать, если честно. Ну, вообще ничего нет. Да. Кудненько. Ну, все познается в сравнении. Пятерка, я говорю еще раз, за 20 тысяч или четверка, за 30. Еда, нет. Ну, еда здесь есть, но как бы очень-очень скромненько. Ну, мясо есть, людей большого количества нет. Наестся вы в любом случае наесть. Будете сушить. Мам, вкусный суп? Вкусный. Суп вкусный. Самое главное, что еда вся вкусная. Она есть, за ней нет очереди. Ну, еще раз говорю, мы показываем разный отдых. Есть супер, все включено. Есть просто все включено. Может быть, даже еще и до завтраков чисто дойдем. Но нет, просто че. Смысля нет. Но в любом случае, еще раз говорю, если сюда приехать, погулять вечером, никуда не торопясь, чтобы прийти и в номер отдохнуть, ну, нормально. Ну, вот еще раз говорю, что на 7 дней, там, или на 2 недели приехать сюда и жить в таком отеле, я бы не хотела. Но все решает каждый человек для себя, кому что может. Так, вот такой я взяла десерт. Сейчас хочу попробовать. Ваня уже попробовала, ему понравилось. Ваня съел такой маковый, взял десерт. Что, может вкуснее? Бабушка тоже такой себе взяла. Нет, это Оксаны. Блин, он такой вкусный. Он такой вкусный. Я давно таких вкусных десертов не делала. Он там был один-единственный, его все разобрали. Это, знаете, у кого есть икия, продавались такие миндали, сальные торты, там. Вот это приблизительно такой же вкус. Здесь шоколад, шоколадная крошка. В общем, это вкусно вообще. Ну, не знаю, в общем, обалденно. Вот здесь всех валили выпечку, говорили, что выпечка обалденная. Ее здесь мало, ее здесь практически нет. Кошку Ваня уведу. Надо сейчас что-нибудь ей взять. В общем, зал здесь небольшой ресторан, но и сам отель небольшой. Это у Кучки никакой нет. Спокойно можно ко всему подойти. Выбор, конечно, скромный, но для четверки, наверное, нормально. Меня многие попросили показать четверки. Ну вот, доехали до четверки. В общем, дорогие друзья, вот таким вот образом мы заселились в отель. Территория вам показала, собственно говоря, пляж показала. Сейчас у нас два часа, это время заселения. Здесь, ну, оно стандартно, в Турции стандартно время заселения везде в два часа. Просто где-то по желанию могут заселить заранее. Это за дополнительный оплат. Здесь сказали, что номер занят, что они его будут подготавливать. Но вообще я слышала про этот отель, что здесь раньше не заселяют. Нас готовы были заселить, я вам показала. Номер был маленький, как бы на четверых человек, но куда нам? Это очень мало. Сейчас в следующем видео мы уже с вами посмотрим, какой номер у нас семейный на четверых человек. На этом моменте я с вами прощаюсь. Как всегда всем желаю добра, удачи, позитива. Напишите, что вы думаете про этот отель. Многие писали, обзывали в предыдущем видео про Лабранду, что Лабранда и мне понравилась. Я думаю, что по сравнению с этим отелем Лабранда, ну, более выигрышный вариант и по более дешевой стоимости. И пятерка, а здесь четверка. Но судить вам, пишите, что вы думаете по этому поводу. А мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Катятся годы и на слов всем. Там хочется жить без забот и проблем. Куда несется мир? Скажи, зачем? А если бы знали, мы все наперед. Что и когда будет с нами, где повезет. А где наоборот? Засада ждет. Мы б не чудили. Мы бы соломки постелили. Мы бы соломки постелили.